15 мая, нам сегодня 2 месяца 15 мая, нам сегодня 2 месяца Катерина привет! Но сначала я попытался свинтить с этой темой Описавшись, что вкус и цвет это тема относительная Но девушка оказалась настойчивой, посему поговорим о вкусовых качествах яйца Ну, конкретно я опишу с моей точки зрения, не бросайтесь тапками, вкусовые качества яиц тех кур, которые содержатся в моем хозяйстве Но предварительно, скажем так, выскажу свою точку зрения на общую концепцию вкусовых качеств яйца В моем понимании, в основе вкуса яйца лежат следующие основные составляющие Это первое, то, чем курица питается Порода, которая принадлежит к курице, снесшая яйцо Период, когда это самое яйцо было снесено Ну, данный момент, он как бы взаимосвязан с первым пунктом вышеперечисленного меню А именно тем, чем, собственно, курица питается И, помимо всего прочего, еще и связанность с физическим состоянием организма курочки Ну и четвертый компонент Возраст птицы По пунктам Значит, не секрет Куры, которые содержатся в посудных хозяйствах И едят не только комбикорм, а еще и зерна Дробленку, мешанки и траву Выдают яйцо гораздо более вкусное Ну и, помимо всего прочего Более питательное Более обогащенное Всеми необходимыми микро-макроэлементами Аминокислотами И так далее, и тому подобное Вообще, вкус яйца, в моем понимании Прежде всего, и зависит от того, насколько оно насыщено вышеперечисленными элементами Итак, если курица питается исключительно комбикормом То вкус у него будет, у этого самого яйца, точно такой же, как и у яйца в купленном магазине Возможно Не возможно, а скорее всего Вкус яйца породной птицы и кросса будет отличаться даже в этом случае Но не столь разительно Что же касается породы Ну, тут мясо-яйца прямая Если курица крупная То есть, она принадлежит мясной, мясо-яичной породе То, как правило, яйцо намного вкуснее В том плане, что более крупный организм курицы Насыщает по максимуму яйцо всем необходимым И посему И вкус яйца лучше Далее Ну, сезон, когда птица постоянно При наличии выгула на улице Летом, имеется ввиду Постоянно травка Постоянно какие-то там червячки, букашки, которых они с удовольствием потребляют Солнышко, то тогда и яйцо, грубо говоря, вкуснее То есть, та же самая курица, которая в зимнее время вынуждена питаться исключительно тем, что дает хозяин без выгула То есть, даже при смешанном питании, что это у нас, это у нас комбикорм, какие-то мешки В общем случае, пророщенное зерно, сено Соответственно, зимой, ну, не столь насыщен пуст яйца, как лед Ну, и возраст Проблема такова, что Если курочка совсем молоденькая, молотка То Вне зависимости от того Что это за курица, какого кросса или какой породы У молоток самые-самые вкусные и самые полезные яйца Вкусовые различия, возможно, имеются и в этом случае Но, тем не менее У молодок кросса, у молодок яичных пород, у молодок мясных пород яйцо самое вкусное Ну, и что же касается вкусовых качеств яиц той птицы, которая содержится в моем птичнике Что касается яиц кросса ломан вайт Или хайсекс браун Птички яйцо несут каждый день Оман вайт очень крупное яйцо несет Но, даже летом, когда Очень много травы Часто выпускаю их дополнительно на выгул Где они собирают там все подряд Там гусениц, червяков, улиток Даже в этот момент Ну, все равно У яиц кроссов Вкус такой водянистый, ненасыщенный И сказать, что он Толь же Непонятный и Пахнущий какой-то химией, как у яиц Купанных в магазине Нет Это чувствуется, что это яйцо домашней птицы Не избалованные Потребители, то есть люди, которые покупают у меня это яйцо С удовольствием отмечают великолепную вкусовую часть Качество этого яйца Очень многие покупают у меня яйца в небольшом количестве Там 10 штучек в неделю Там 30 штук в месяц Исключительно для того, чтобы их пить То есть мужики с удовольствием Да и женщины, наверное, с удовольствием их пьют И отмечают, что вот это яйцо домашнее Оно очень Отличается родительно от яйца Яйца купленного в магазине Что же касается моих личных предпочтений Дело в том, что Пить яйца сырые Я начал совершенно недавно Гуда два или три назад До этого, несмотря на то, что была возможность Регулярно потреблять домашнее яйцо Допустим, с хозяйства своей тещи В различные исторические периоды В детстве бабушка держала кур Мама мне отвозила на все лето Бабушке с дедушкой И там этих кур было просто немерено Там вообще шикарнейшее питание было Там огромнейший сад на сто деревьев Огород и так далее Куры В общем, великолепные были яйца Но я их ел жареными Очень любил вареными яйца Так бы вы могли Но пить я их не мог Не получалось То ли слишком они крупные были для меня Чтобы я их мог проглотить То ли, ну, не пивал Сейчас я начал их пить Только вот сейчас я понял Что, в принципе, очень разительно отличается вкус сырого яйца Различных пород Кур различного возраста Различное время года То, что я перечислял То есть, возвращаясь к тому, что сказано было в начале ролика При всех прочих равных Самое идеально вкусное яйцо будет у молотки мясной породы Выведенной ранней весной или зимой Когда она начинает нестись Где-нибудь в июне, в июле месяце На шикарном выгуле, на траве Вот это будет самое вкусное яйцо Так вот Что же касается вкусовых качеств других яиц Кур, которые содержатся в моем хозяйстве Очень неплохо Неплохо на вкус яйцо Минорки Оно не столь крупное, как у Олмон Вайт Но, тем не менее Порода яичная Но яйцо очень вкусное Я сейчас не буду Рассказывать о Тех вкусовых Нюансах, которые я лично различаю В моем понимании Вкусовые рецепторы Языка каждого человека настроены индивидуально Но, тем не менее Яйцо очень вкусное Достаточно плотное По концентрации и желток, и белок Чувствуется, что это порода Пускай яичная На породу Что касается вкусовых качеств яиц Кур породы Пушкинская Я завел эту породу недавно Может быть потому, что это молодки Которые всего лишь 7 с небольшим месяцев Такой плотный, насыщенный вкус Очень ярко выраженный вкус желтка Если вот Некоторые яйца Скажем так Для улучшения вкуса Лучше присолить То это яйцо можно пить без соли Здесь не присутствует Яиц Моей мясной породы Джерсики Гигант По одной единственной причине Очень шикарно разбирает На инкубацию данное яйцо Тут фуни сглазить Постучу по дереву Вот буквально последние Полтора недели Три заказа Соответственно В связи с тем, что Курочки сейчас не очень хорошо несутся Только три перелиняли И несутся три курочки Яиц просто нет наличия Потому, что сегодня Вот я Отдал все яйцо Которое птица снесла Заказчику Соответственно Сейчас не могу представить На вас что Визуально точнее Данное яйцо Тем не менее Очень-очень вкусные яйца Из тех Яиц Которые несут птички В моем хозяйстве Я считаю Наверное Наиболее вкусное яйцо Крупное При этом Обладает Прикрепными вкусами Качествами Вот Какой-то Определенный Шоколадный Что ли Оттенок Вкуса яйца Но опять-таки Мое индивидуальное Предпочтение Мои рецепторы Мне так говорят Очень вкусное яйцо Наиболее вкусное Из тех яиц Которые несут Мои птицы Что же касается Вкуса яиц Курочек Породы Кремовый Ликбар Для того Чтобы Объяснить Особенность данного Вкуса Необходимо Напомнить вам Что Кремовый Ликбар Так же Как Курочки Породы Аруакана Амеруакана Частично Не куры Скажем так В основу Курочек Кремовый Ликбар При выведении Данной породы Точнее Как правильно Сказать При создании Данной породы Использовались Куры Породы Аруакан И Наравне С Ликбар Там Присутствует Еще несколько Пород Но В основу Легли Аруакана И Ликбар В принципе Название Об этом Говорит Ликбар Легорн Браун Аруакана То есть Лег Б Аруакан Ликбар История Непосредственно Аруакана Следующая Аруакана Изначально Была Скрещена Индейцами С Какой-то Птицей Которая Придала Данной Пародии Вот такой Свообразный Вид Такое Круглое Непонятное Без Гребня Практически Без Хвоста Но Это Курица Так как Скрещивается Совсем Другими Породами И так Далее Но Насколько Я Прочитал В Иностранной Прессе С Таким Немножко Убогим Переводом Последние Исследования Показали Что Получена Она Была За счет Скрещивания С Птицами Тинаму Это Дальний Родственник Страусов Обитающий На американском Континенте Если С точки Зрения Современной Науки То Гибрид Двух Данных Животных Не может Давать Полноценного Потомства Которое Будет В дальнейшем Нести яйца С которых Будут Улыбляться Цыплята Тем не менее Индейцы Об этом Не знали И смогли Скрестить Курицу С Вот этой Самой Тинаму За сто лет До приезда Колумба На побережье Южноамериканского Континента Туда же Пристало Какое-то Судно Рыбацкое С Малайзийского Континента Ну это Вот Как сказать Примерно так Она должна Была быть Одна из Теорий Каким же Образом Собственно Попала Туда Курица Почему именно С Малайзийского Континента Почему именно Курица Достоверно Достоверно Установлено Раскопок Одных Стоянок Родополеменного Союза Аруакана Что Там были У них были Изначально Куры То есть В чистом виде Куры И по Генетическому Анализу Было выявлено Что вот эти Куры Именно Побережье Малайзии Островов Каких-то Малайзийских Ну а как они Могли туда попасть Соответственно Только С людьми Уже неизвестна Судьба Скорее всего Плачевно Бедных Моряков Которых Судьба Забросила На Побережье Американское Но Куры По всей вероятности Остались Живы И так Индейцы Смогли Получить Вот эту Породу Арвакана Так вот Возвращаясь К повествованию Из-за этого Наверное Вкус яйца У Породы Ликбар Очень своеобразный Он Не встречал Я такого Шекуса Я даже Не знаю С чем Сравнить На что Оно Похоже Вот Если в целом Рассказать Опять-таки Это мое Сугубо Личное Мнение Люди Однозначно Не все будут С ним согласны Какой-то Чуть не привкус Икры Немножко В этого Яйца Очень вкусное Мне приходилось Пробовать Помимо всего Прочего Яйцо Кур Породы Моран Моран Помимо Того Что У Яиц Данной породы Есть Пару Характеристик Которые Выделяют Его Из общей массы Яиц Несенных Другими Породами А именно Это цвет Порядочный Моран Несет Как известно Темно-шоколадное Яйцо Есть даже Таблица Градации По цвету От 1 до 10 Крайне 10 Там практически Черный Очень твердая Скроупа У породы Моран Ну Кстати Она В принципе Сравнима В какой-то Мере С Крайне Кремового Легбара Она Яичко Голубенькое Не очень Большое Это Молодки Несут Такое Яичко У меня Но Яйцо Если Вы правильно Кормите Птицу Скроупа Очень плотное Вплоть до того Что Даже При выходе Птенца Иногда Приходится Прыскать На яйцо Так же Как Проискают Заводчики Породы Моран С тем Чтобы Облегчить Выход Птенца Периодически Мне приходилось Таким образом Помогать Птенцам Легбара Выходить На свет Вот И Очень Очень вкусное Яйцо Но Во всяком случае Мне повезло Я пробовал Яйца Породы Моран Снесенные Курами Которые Были на свободном выгуле Еще и летом То есть Все в кучу собралось Все в кучу сошлись И Значит Очень вкусное яйцо Насыщенное Сливочное Вот именно Сливочное Вкус у яйца Плотный Белок Желток Желток Очень вкусный В моем понимании Не зря Вот Согласно легенде Выводили Эту Птицу В качестве Птицы Несущей Пасхальные яйца Для двора Ватикан Короче Там папа Очень вкусные яйца Ну Из тех пород кур Что мне доводилось Разводить О Корп Породы Черный австралоп Тоже очень вкусное яйцо Вот сейчас Я продал семью До этого Пробовал Вкусовые качества Яйца Молодок Черный австралоп Они Сравнимы С вкусовыми качествами Яйца Пушкинской породы Ну Молодки Они вообще Как я уже говорил Очень вкусное яйцо Загорка Вот По поводу Вкуса яйца Корп Породы Загорского Ососева У меня такое мнение Немножко такое Смешанное В том плане Что Несмотря на то Что яичко Достаточно небольшое Молодки Достаточно Такой Не очень плотная Концентрация Быложилка И белка Вкусовые качества Отнюдь неплохие С другой стороны Большое значение Имеет еще и Собственно Качество линии Я так считаю Возможно Что Та линия Которая у меня Получилась Копленная была В Питерском Генофонде Была исключением Из правил Не знаю Те кто Постоянно держит За город Возможно Сама не согласятся Возможно На самом деле Там Великолепное яйцо Ну Такие Еще раз хочу сказать Не кидайте В меня тапками На вкус и цвет Товарищей нет Вкусовые Предпочтения В отношении яиц У каждого человека Будут Отличными От Вкусовых предпечений Другого человека Но Как я уже сказал В начале ролика Самые вкусные яйца Несет Молотка Выведенная Весной Находящиеся На свободном выгуле И вне зависимости От размера яйца Эти яйца Будут Самые вкусные Вот наверное И весь обзор Вкусовых качеств яиц Спасибо за внимание Кому понравилось Ставьте лайки Кому не понравилось Ставьте анти лайки Подписывайтесь на канал Рассказывайте друзьям Оставайтесь на канале До новых встреч Будет интересно Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры